Радио 54 Кстати, водополо самый древний, самый первый игровой вид спорта, который был заявлен на Олимпиаду. Все остальные игровые виды спорта были заявлены позже. А в Новосибирске водополо возникло в 60-х годах, была хорошая команда «Динамо», потом она переросла в «Водник». Я вот, кстати, воспитанник клуба «Водник» с 80-х годов. В 90-е годы, мы все знаем, были тяжелые для нашей страны, все пропало. И уже в 2000-е годы усилиями ветеранов мы это возродили все. Говорят специалисты, что этот вид спорта соединяет в себе баскетбол, футбол и хоккей. Снаряд, мяч, собственно, отличается от остальных мячей, чем какой он? Ну, мы разговаривали только что об этом. Мяч размером какой-то, ну, средний между волейбольным и баскетбольным. И, соответственно, вес у него тоже, он чуть тяжелее волейбольного, но легче баскетбольного. Ну, если попадет по голове, будет неприятно. Будет больно. Поэтому, собственно, на шапочках, на ушах, это защита, да? Но голову это не сбережет все равно. Уши – это защита. На шапочках вот это, да? Да, мы их ушами называем. Ну, это защита, конечно. Какие-то качества определенные, кроме физического развития, самые важные, на ваш взгляд? Самые важные – это терпеть, потому что вся игра, как уже говорили, и боль, и усилия, потому что вся игра, когда ты играешь, на тебя постоянно кто-то висит, тебя бьют. Насколько травмоопасный вид спорта? Ну, за... В месяц не поиграешь, больно. Я бы сказала то, что если играть профессионально, то не будет травм. А если играть как попало, тогда травмы будут, конечно. Мы детей сейчас готовим, чтобы они берегли себя, потому что, ну... И соперников сильно не поменяли. На моем веку таких больших травм, связанных именно с водным полом, не было. А не получится так, что они сейчас берегут себя, а потом, привыкши играть аккуратно, так скажем, на каких-то крупных соревнованиях, ну, просто получится, что они такие щадящие. Нет, все работает нормально. Хорошо. Вот по поводу детей, начала карьеры вообще, те детки, которые выиграли на соревнованиях в Новосибирской области, им было 8-9 лет, как было есть. Ну, да. А вообще начинать лучше со скольки? Там и 10-й год был. 8-й, 9-й и 10-й год. Один человек 11-го года был. Вообще самая младшая группа со скольки лет набирается? С 5-ти лет набираем, но с 5-ти лет набираем на плавание. Водное поло без плавания никуда. Поэтому сейчас набираем с 5-ти лет. Подготовка идет 2 года плавательная. Первый год это только плавание. Второй год уже плавание с элементами игры. И после 2-х лет обучения плаванию забираем ребятишек в водное поло. Но детские команды, они смешанные или тоже отдельные мальчики? До 12-ти лет смешанные команды мальчики с девочками. После 12-ти? Мы активно обсуждали, что женщинам не сразу можно было играть в водное поло. Вообще сейчас у девушек и у женщин популярно водное поло? Или все-таки мальчишек больше ходят? В России, наверное, больше популярно женское водное поло. В разных городах свой интерес. Допустим, мужское водное поло это Волгоград, Казань, Москва, Питер. Женское водное поло это Кириши, Златоуст, Хантамансийск, тоже Волгоград, Москва. То есть в разных городах и, соответственно, популярность или у мужчин, или у женщин разная. Вообще новосибирские спортсмены выходили, так сказать, на какой-то крупный уровень, может быть, международный спортсмен. Я думаю, советские команды, да? Потому что вот даже в зале славы водного пола, который находится в США, есть имена трех советских спортсменов. Это Алексей Баркалов, Александр Кабанов и Евгений Шаронов. Новосибирцы как-то прославились в водном поло когда-либо? Это все было при Советском Союзе, при современности. Тогда была сильная команда у нас. Да, сильная команда была. Новосибирская именно. Ну, Динамо хорошо играл. И сейчас ближайшие взрослые соревнования, когда и где и с кем? Ну, также можно сказать, что в этом году было первенство России по юношам до 17 лет. Наша команда Новосибирской области заняла седьмое место из 13 команд. Это очень хороший результат. За последние 20 лет это первый результат, который мы показали. В вашем клубе есть те, кто играл в этой команде? Нет, к сожалению. Ну, я думаю, что как раз та смена, которая сейчас растет. Ну, смена, мы подготавливаем, да. И которая как раз недавно победила всех на соревнованиях Новосибирской области. Что дальше? Каким следующим соревнованиям вы готовитесь? У нас соревнования Кубок Лемаха будет 31 мая, 1 и 2 июня в бассейне «Нептун». Вход бесплатный, приходите. Там будут играть дети с 9 до 15 часов. А вообще, считается, есть какой-то сезон у вашего вида спорта? А сезонности нет, потому что в зимний период есть чемпионаты России, клубные ветераны играют в коммерческих турнирах. А летом мы часто выезжаем на открытую воду, на Алтай. Раньше, когда Мария играла, у нас был международный турнир в Джамбуле, в Казахстане. То есть у нас целый год занят. Он скажет, что очень зрелищный вид спорта и эмоциональный. Да, но, к сожалению, если только ты присутствуешь на трибунах с телевизора, это не так с экрана это все смотрится. Поэтому приходите еще раз в «Нептун» 31-го, 1-го, 2-го. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.